Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ребенок пошел в сад, пошел довольно поздно, в 6 лет адаптировался быстро. Но стало замечать его непонятную реакцию на любые конфликты в мультфильмах, суточные драки, сражения богатырей с разбойниками и прочее, начинает терпить подболку и на глазах слезы. Воспитатели спрашивают, что его говорят, что его в саду никто не обещает. Дома все суперспокойно в этом плане. В чем может быть еще причина? Спасибо. Ну, как раз таки, на мой взгляд, основная причина может быть в саду подавление агрессии. То есть, если у вас дома, как вы говорите, суперспокойно, все суперспокойно, то, вероятно, ситуация такова, что есть какой-то такой негласный запрет на выражение, на выражение, на проявление своего недовольства, своей какой-то агрессии какой-то, да, вот, своих каких-то вот, значит, ну, раздражения, злости и прочее, вот. Мне кажется, что вот подобный расклад, да, он самый такой, самый очевидный в этом случае, вот, в этом смысле, самый очевидный в 3, я думаю, я думаю, что, значит, ну, вот, что надо бы на самом деле вам поисследовать, да, так это то, вот, насколько свободно в вашей семье, да, вообще, вот, там, принято выражать злости, да, и нет ли, вот, какого-то, ну, запрета на это, на это, на это. Вот, и, соответственно, очень легко могу представить себе ситуацию, в которой ребёнок, с которым вот, ну, где вот все подспокоены, спокойно, да, где вот может существовать такой негласный запрет на выражение каких-то негативных чувств, вот. Вот, значит, пришёл куда-то, да, где вот совсем другая среда, вот, и где, в общем-то, ну, случаются вещи, которые, ну, не нравятся, случаются вещи, которые как-то, ну, напрягают, вот, что, в принципе, нормально абсолютно, да, вот. Вот, и, значит, вот, ребёнок просто не знает, что делать, то есть не понимает, как ему вообще себя вести. Вот, ну, я, я, я довольно, довольно легко могу себе такую ситуацию представить, не знаю, как вы, вот, можете ли вы её себе представить или нет, ну, для меня эта ситуация вполне, ну, вполне себе, вполне такая она, вполне она, ну, вполне реалистична эта ситуация, вот, как, ну, как вот, как мне, по крайней мере, кажется. Вот, а ещё, ещё, на мой взгляд, может быть, такая шпука, что ребёнок может не знать, ну, не знать, просто. Может, просто, просто не знать о том, да, как ему, там, ну, условно, себя, ну, вести в такой ситуации, когда нужно, ну, проявить, как-то проявить себя, да, вот, нужно как-то обозначить свои какие-то границы, да, вот. И, вот, я легко, опять же, очень легко могу представить ситуацию, где это, ну, происходит, как бы, вот. Поэтому, очень важно, да, при этом, при этом абсолютно, ну, при этом абсолютно может не быть никаких конфликтов, таких вот, я имею в виду, ну, открытых конфликтов может не быть, вот, но вот ситуация такая может иметь место быть, вот. Поэтому нужно здесь действительно начинать с вашей семьи смотреть, как вы в целом, какие в целом вы им предлагаете способы, способы обращения, с разрушением, когда вам что-то не нравится, как, что происходит, вот, и, вот, с этим еще разбираться, вот. Вот, ну, и, конечно, что, хотелось бы спросить, да, зачем ребенок, а, ну, идет в сад, для чего, какую цель вы преследуете? Вот, там, казалось бы, один год, да, и в школу уже, вот, а, ну, какое предназначение, чего вы ожидаете ребенку в саду? Вот, и чаще всего, ну, может быть, такое мнение, что, если, если ребенку, там, отдают, ну, если ребенка отдают в сад, да, то родители как-то вот, ну, не хочется, не хочется, да, с ним, с ним, ну, проводить время. Вот, это вот, по сути, такая заглушка, получается, перед, ну, перед школой. Вот, значит, вот, такие аспекты, такие аспекты. А, с чего будем, ну, начать, начать, да, можно, ну, начните, буквально с того, как вы сами, значит, выращаете свою злость, вот, выращаете ли вы ее, вообще, свою злость? Вот, если да, то как? И как относитесь, ну, к этому, к тому, что выращаете ее, ну, выращаете свою злость? Вот, на этом все, я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Всего самого доброго, удачи!